Один из участников американской группы Bloodhound Gang, Эвил Джаред Хаселхофф, совершил оскорбительные действия с российским флагом на концерте в Одессе. После группа должна была выступить на фестивале Кубана, но как только стало известно об инциденте, организаторы отказали уже приехавшим в Анапу скандалистам. Губернатор Кубани Александр Ткачев так отреагировал на поступок панков. Как только стало известно по омерзительной выходке этих, в кавычках, героев этой группы, я сразу принял решение, что они не будут выступать не только на фестивале Кубана, но и вообще на кубанской земле никогда. Кстати, их отсюда гнали поганой метлой, так это они еще по большому счету легко отделались. За такую выходку, я считаю, можно было привлечь к уголовной ответственности. Я воспринял это как личное оскорбление и знаю, что абсолютное большинство россиян испытывает такие же чувства. И это, кстати, тот самый случай, когда извинения уже не принимаются. Может, я скажу грубо, но пусть потатрутся своими извинениями. Считаю, что въезд в Россию для этих подонков надо закрыть навсегда. Панков выгнали не только с территории фестиваля, но и из анапской гостиницы. На выходе музыкантов поджидали молодежные активисты. Автобус, в котором группа отправилась в аэропорт, закидали помидорами и яйцами. А в аэропорту неизвестные на данный момент анапчане устроили потасовку с панками. Из России музыканты улетели в воскресенье. В аэропорту Шереметьево их также ждали активисты молодежных движений и пресса. Но участники группы так и не появились. Позже в СМИ попала информация о том, что музыкантов скрыто провели сразу в транзитную зону аэропорта. С критикой выходки скандалистов выступил ряд российских политиков и членов Государственной Думы. Некоторые СМИ приводят примеры реакции американцев на поступок их соотечественников. В основном она негативная. Действия участников Bloodhound Gang они называют глупыми. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.